Теперь работаем с плойкой гофре. Это маленькая пловочка. Здесь уже в ряде все по всей длине мы не будем завязать. Будем только создавать рисунок. Следует сказать, что для этой плойки чем уже прядь, тем красивее получается рисунок. И эти пряди, как вы уже поняли, наверное, сами лучше не расчесывать. Поэтому сразу берите прядь, чтобы она была по ширине такая же, как предыдущая. Вот у меня здесь первая шире вышла, вторую я сделаю уже. Чтобы вы могли сравнить, какая лучше, какая вам больше нравится. Но я говорю, что чем уже прядь, тем красивее завязочка. Здесь тоже есть индикатор, тоже есть режим нагрева. Закончик не берите, потому что он достаточно горячий. Лучше вот в этом месте помочь придавить получше. Грядочку лучше брать потунше. Так, можно тоже сделать в шахматном порядке. Вот, ладно. Продолжение следует... Ну вот, получаются вот такие вот красивые. Чтобы вы дома сами не экспериментировали, я здесь сразу их расчешу, чтобы вы убедились, что вся прелесть этой заливки теряется, когда локоны расчесаны. Здесь практически почти ничего не видно. Поэтому не расчесывайте после этой укладки. Продолжение следует... Продолжение следует... ...